Аргументы аргументами Зачем что-то менять, если ты выигрываешь всех Ладно К тому же мы обсуждали, что для Веги Наудигити могут быть достаточно удобным соперником Потому что Вега любит агрессировать Драться Очень неоднократно А Дейфинем, кстати, тоже Неоднократно за нашим аналитическим диваном Поднималась такая тема, что Наудигити играет в пассивно В более пассивно-защитную доту Пассивно-агрессивную Пассивно-агрессивно Это когда ты вроде как и пушишь А вроде как и дефишь И к тебе не зайти И ты сломать не можешь И там, и тут сидишь Это как драка во сне примерно Как с тенью Бой с тенью Отличное сравнение Благодарю Мы все правы отчасти У каждого свое в голове Но самый правильный настрой Это, конечно, выигрывать у всех Потому что всего одна квота И доджить кого-то на какой-то стадии Все равно ты встретишься с этой командой Рано или поздно Например, если ты его боишься Вот, кстати, обсуждая Этот формат проведения Эту систему Конкретно на этом менеджере Только одна квота Как ты уже говоришь Вов На групповом этапе Возможно для команд Это еще не так сильно скажется Как ты думаешь Вот в плей-оффе В стадии плей-офф Сильно ли будет Оказывать дополнительное Моральное давление Тот факт Что только Одна команда Выходит На манилу Не две Как это было раньше А одна Все в равных условиях Все играют Чтобы победить Ну, я имею ввиду Что на все команды Будет оказываться Дополнительное давление Из-за того, что Всего один слот Зависит от людей У кого Кто как к этому Морально сам подготовлен И так далее То есть У кого-то, возможно, цели Все мысли назад отброшены На кого-то, возможно, будет давить Вот и сейчас на косячу Мы не попадем из-за меня Там Какой-нибудь молодой Вот из-за Диффинем Будет перерыв Там они же совсем молодые ребята Ну По-моему Эти ребята Играли еще В тринадцатом году Были Были греческие команды Знаешь, что я перепутал Просто на Виплее Были две команды А Диффинем И Литвульс Одна из них была Самая взросная А другая из них Была самая молодая Ну, я так предполагаю Что в Литвульс Достаточно молодые ребята Играет из Перу И уже забанены Молодцы Молодцы, действительно Ну, времени зря не теряют Что-то сказать Берут от жизни все Против правил идут Элитные волки Не боятся рисковать С детства грабят банки Действительно Кстати К слову О банах Не так давно Что вы улыбаетесь Что вы смеетесь Это серьезная тема Без шуток Выкладывали видео Отборочных Восточной Азии Где показывалось Что Signature Trust Подсматривают Подсматривают За своей же игрой Сидя на буткемпе Я не знаю Кто это видео снял Кто так Глупо И опрометчиво Поступил Но Signature Trust Походу были Увлечены в том Что они немножко Жулиничают Такое уже случалось В перуанской доте Насколько я помню В прошлом году Ну, или вот Что-то в Америке В Восточной Азии Такого прецедента Еще не было И интересна реакция Valve На всю эту Движуху Интересно Давайте же Давайте спросим Пригласим В студию Гейба И спросим у него Итак Все Шоу С печеньками Кажется Как-то неловко Позже Программа Жди меня С вами был Генею Получилось А есть какая-нибудь Информация Перегровка вообще Собирается намечаться Или нет Ну, очевидно Что команды Не сразу будут Играть Потому что Вероятно Начались драфты Нужно Немножко передохнуть В любом случае Начался первый бан Да Нет, здорово Но в любом случае Мы ждем уже Порядка 15 минут Это имеется ввиду Задержка все-таки Немножко больше Чем Андрей, а ты Привыкай Привыкай Это же аналитика Все-таки иногда Можно и по часу В эфире сидеть Иван Вы не поверите Можно и по 10 часов Сидеть в эфире Это не проблема Да Ну все Бабки не проблема Как говорят Элитвуис Да Но возможно Скоро у них Возникнут Определенные трудности Только что был первый бан И вот уже Распик какой жесткий И все Очень похоже На то, что мы уже видели Тиммед Финем Забирают себе Бестмастера На первый пик И Вайда А Вига Сквадрон Берут Вич Доктора И Пака Кэрри Войт Либо Лесной Бестмастер Скорее Кэрри Войт Скорее Кэрри Войт Они же с ним Делали это С нами Но если Вега Все-таки планирует Выйти на Команду Эмпайр А нет На Not Diggity Да На Not Diggity То У них все хорошо Нет Как раз таки Напротив Для поддавков Эти герои Не годятся Можно не нажимать Не качать Shift Нужны Саммоны Саммоны Есть у Бестмастера Например Есть Кабанчик И можно Подфиживать Видимо Все-таки На Not Diggity Хотят выйти Команда Тим Эйди Финем Потому что можно купол в своих ставить. Вот. По пикам не похоже, что кто-то хочет попасть. Никто не хочет с полиции, что хочет попасть. Конечно, конечно, это же отдельное искусство. Забанен Спиритбрейкер против Веги. В этом, кстати, вопросе Вега чуть лучше себя чувствует. Да, потому что сейчас этот баном явно говорит о том, что... Нет, просто там более опытные люди. Что они хотят на Эмпар? Ой, на Удигите? Ой, будет ли Мирана у греков? Да пока непонятно. Они уже просто брали Мирану, и вот им не понравилось, что против них был Пак и Дизраптор. И вот они допускают, что Вега могут взять не Листника, а еще и Дизраптор сверху, и эту Патму насиловать вдвоем. По кулдавану на ультов. Ну, вообще бан Спиритбрейкера, скорее всего, ведет к какому-то герою вроде Мираны или Акаши, которого он может получить. Паку скорее, мне кажется. Под купол заливать. А вот бан Оракла от Веги значит, что Вега хочет что-то взять, что надо снимать. То есть это, возможно, какой-нибудь open-wound Снайкса, фастилера, может быть, еще какой-то жесткий спелл, который там лассо, может Бэтрайдер. Бэтрайдер звучит не очень хорошо, потому что будут птицы от беста все палить из-за кабанов. Там тяжело заехать будет. Также я допускаю, что по заветам может еще Виноманстер заехать под Вайда в Мид. Тогда Бэтрайдеру вообще не жить. Виноманстер такой себе под Вайда на самом деле. Скажи это ребятам с 6-0. Он был там в большинстве своем, когда они играли с Вайдом. То есть с кошкой нормально. С другой стороны, на ком вообще играл FN этот турнир? Это был Найкс. Сларк. 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 Кстати, FN знаменит своим Сларком, но против... Через даггер, к тому же. Против бестмастера Сларк хорош. Потому что Вега играет свою игру каждый раз по шаблончику. А вот этот Фенем немного рвут шаблончик. Может ли это быть медовая лина? Вполне. Но она довольно уязвимая для козы. Для ганга, для любого. Ну да, как суппорта она точно не годится, потому что нича с крипом просто раздавит ее и не почувствует. И пак с уровнем будет просто ощущать ее как корм. Если дотерпит, то под купол под бестмастера просто заливать доп дэмэдж в ульту. И там же мягкий и нича, и мягкий вэдж доктор. Самое время вначале слезы собрать, чтобы пак не дамажил. Кстати, кстати. Вот слезы от Настихир, где просто мастхэв. На ничу, да, здесь, мне кажется, очень круто бы выглядели слезы, потому что там лишние 120 хп ей точно не помешают. Чтобы ее не заберстили как раз таки. Да. И это, кстати говоря, напомню, что кулдаун у них 4 секунды. То есть, скорее всего, в большинстве случаев в начальной игре можно использовать два, то и три раза эти слезы. Так что это там колоссальное количество хп, колоссальное количество выживаемости. Особенно для ничью, у которой по хп беда. Беда. Да. Но новый патч, и у нее уже поменьше беда сейчас. Один хп за уровень дополнительный, это не так много. Просто все еще единичка. Возьмет ли вега героя сразу в оффлейн, либо возьмет себе кэрри? Я думаю, кэрри не стоит раскрывать. Кэрри я бы последним раскрыл, там уже у них вроде будет ласпик. В принципе, Тайт неплох, контр-инициация против Войда. Можно что-то придумать, может и потерпеть как раз таки. Если Войд кэрри, то и проблемы на этой линии не может быть, не будет ощущать. Они просто сегодня уже играли против Адфинемы, вот был там уже Тайт против Войда с бестмастером, кончится не очень хорошо. Но там это были не ключевые персонажи. Сейчас и темп ларка может зайти все еще в мид. Для Адфинем? Да. Очень вероятно. Но против Янча все-таки... И была Ши Янча, и был Жипак, вот один в один был пик. И поэтому, может быть, они не хотят брать Тайда, что боятся опять темп ларка. Да, то есть будет за купол просто заливка от темп ларки в этот самый купол. Тогда Дарк Сир есть. Дарк Сир? Хорошо. Ну под Дарк Станов тогда не будет, будет один только Дрим Койл. Джиггернаут? Все-таки показали кэрри. Ну, кстати, это в прошлый раз, когда Адфинем как раз играли с Вегой, Адфинем взяли темп ларку и забанили последним Джиггернаута. Рикки Маро, не думая. Воу-воу-воу. Вот это мне нравится. Но Рикки Маро в прошлый раз не порадовал Адфинем. Ну и от Веги он не порадовал. Посмотрим, может быть, сейчас что-то изменится. На самом деле здесь синергия есть. И с кабанами на лол-двеллах можно ходить, грязь мутить. И под Лину, опять же, если она будет именно соло-мит. И против Пака с тучкой Ганготс. То есть он не сможет зашифтить тот же стан от Лины. Да и в конце концов ультануть можно в купол. Как обычно, конечно, в купол ультануть можно с знаменитым Рикки Марой. Хотя секундочку, там же реально можно примерно одного героя теоретически можно как-то задеть. А там АОЕ чуть ли не больше купола. Нет, почему? Там же из центра сколько там? Из центра половина купола. Из центра как купол. Ну это два круга. Где пересекаются они. Представляешь рисунок? Вокруга они пересекаются. А купол такой вот. Даже больше половины этого купола захватит. Да, он вообще захватчик там конкретный. Да ну. Потому что в ситуации он в купол может дамагать, если хочет. Это неплохо. Нет бруды, нет мираны. Нет, в таком случае, конечно, он хорош. Особенно под каким-то дезолятором. Нет, тут я допускаю, что это главное, что он может сбивать косты. Если он будет это делать, именно целенаправленно ходить там за Вичдоктором или за Паком. Вот вмешать ему. Уходить в шифт, уходить в палку Вичдоктору. Эмбер Спирит. Тоже, кстати, дэмэдж по куполам. Сомнительная связка суппортов от Дефинем. Потому что вот плюс Лина линия такое себе. Скорее идет на пофигу какая линия вы зеление. Они идут именно под связку, что будет вот под самбисмастера тучка, под привязку Эмбер Спирита тучка. Да, вот зафиксированных еще Лина будет заливать. Короче, везде тучка. Не, ну то есть имеется ввиду, что они берут этих героев не для того, чтобы ставить свой дом хорошо. Будет, я подозреваю, что и сам справиться против Слардара, а чтобы выигрывать глобальную игру. Мне кажется, пойдут сложные у Вега почему-то с линчой. Чей пик нравится больше? Ну, у Веги все-таки какой-никакой их пик, а у Дефинем такой набор конкретненький. Посмотрим, как будет бегать Рики за ничой, если хорошо получится, постерит много экспы, много денег. Нитовой Эмбер будет с Рики нападать на Пака. Тоже хорошо, опять же, мешает фистами очень сильно Паку. Мешает тучка сильно Паку. Ну что ж, на этом дневная смена аналитики заканчивает свою работу. Это было последнее наше включение для вас сегодня. Работали, как и вчера, Inmate, PGG, Dread и я. Поэтому увидимся завтра в 11 утра. Начинается плей-офф европейских квалификаций на Манильский мейджор. Ну, а комментировать переигровки между Вегой и Эдфинем будут по-прежнему Версута и Лекс. Им же и слово. Спасибо, Иван. Последнее спасибо на сегодняшний вечер. Да, битва на выживание начинается, потому что оба коллектива уже сыграли очень много матчей. Времени прошло, соответственно, очень много с момента того, как они начали бодрствовать и сейчас они уставшие. И, наверное, играть будет крайне тяжело. Будет небольшая поплава, я думаю. Но матч очень важный, поэтому надо все-таки собраться на последнюю карту и постараться очень качественно отыграть. Да, конечно же, конечно же, надо собраться, потому что все-таки оба коллектива хотят выйти первыми из группы. Хотя допускали наши аналитики мысль такую, что, может быть, и не хотят выйти первыми из группы, то черт его знает. Если это оба коллектива вдруг захотят оформить себе поражение, то мы можем наблюдать за очень затяжной карточкой. Я надеюсь, что все-таки оба коллектива будут играть все-таки на победу, без всяких вот этих вот поддавков и прочей нехорошей штуки. Ну и представим коллективы. Поехали. Команда от Фенемстра на Радион Спартан на линии, Мадара на Фасвайде, так на Эмбр Спирити, Maybe Next Time на Рикимару и Скайларк на Бисмастере. Все мы за Слэйр, Вич Доктор, Соло отыграет на Энчантерс на 1 пак, Фен Джиггернаут и Мак отыграет у нас на Слардере. Пики довольно хорошие, как там, так и там. В принципе, я вот вижу вот этого Рикимару. Не совсем, на самом деле, до конца понятно, насколько хорошо он будет взаимодействовать с персонажами АФ, но зато понятно, что он будет неплох против Энчантерс. Можно будет всегда ее мониторить, видеть ее перемещение и за счет этого не позволять Энчантерс заставать там какого-нибудь Эмбр Спирита в миде врасплох. Или подожди, в миде там, наверное, даже может быть и не Эмбр Спирит. Хотя, короче, пока непонятно, кто пойдет в мид. Да, не, Эмбр Спирит пойдет в мид, но все Пурман Шилд да, да, и тут очень важный был момент. Сбили Вард, Эмбр забрал вот этот Вард, получил 100 золота и уже везет себе Фласку. Она уже, собственно, для Эмбра должна была приехать. Нет, Фласка осталась в Курире и Курире поехал почему-то назад. Не знаю почему. А, две Фласки, правда, Эмбр Спирит покупает. Решил вот так вот. Прямо чтобы наверняка жить. Да, не первый раз я подобный мув вижу. То, что мидеры покупают именно две Фласки вместо одной. Судя по всему, иногда, ну, до Ботла слишком тяжело терпеть, учитывая, что ты все-таки играешь против Пака. Но вообще, опять же, нужно учитывать тот факт, что ты будешь стоять против Пака, но тебе будет помогать Рикимару. Ну, Энчантрас, в принципе, может прийти с каким-то крипом и доставить очень много проблем. Ну, такое. В общем, можно купить, в принципе, одну Фласку и если вдруг потребуется вторая, то принести ее. Но, судя по всему, так уверен в том, что ему именно две Фласки потребуются. Да, тем более раз убил Вард и получили дополнительное 100 золота, то можно купить ее Фласки. Может быть, если не было бы Варда, то была бы только одна. Ладно. Особо это не будем увлекаться этим. Давай по линиям посмотрим, что происходит. Команда от Фенем внизу. Войд фармящий плюс Лина против Соло. Слардар на центре Пак против Эмберспирита. Лесной Рикимар такой роумящий. Соло также лесной роумящий. Энчантерс и на топе Дабла. Джаггерна от Вич Доктор против Бисмастерс. Дабла очень боевая. Под Блэйфюри. Касочки можно Скайларк-то будет в перспективе и убивать. Да. А зато в это время Maybe Next Time бегает за Энчантерской. Кстати, как ни странно, Энчантерс вроде бы не сразу была под преследованием. Или сразу была. Потому что Экспы, как видишь, тут 21 Экспа. Прям совсем все печально. Бежит он с этим Големом на топ. Да, можно и убивать. И, кстати, Скайларк может отъехать, и правда? Сейчас камушек откатит. Он пока в кулдауне. Есть замедление. Вызывается Кабанчик. Маледикты. Банка залетела. И надо просто с руки добивать. Да, Скайларк здесь ошибается. Ласка есть. Подхиливается Скайларк. Но, опять же, идут до конца, ребята. Скайларк махпи 310. 20 секунд еще до камня следующего. Хотя, если 16 секунд потерпеть, то тут и камень можно закинуть успеть, если супер тайминг получится. И при этом еще Голем умрет. Вот, и еще два камня появятся с мертвых. Ну-ка, успеет кинуть. Посмотрим. Четыре. Не, вроде не успевает свой обычный кинуть, но тут по-любому закинет два остальных. Да, вот два появилось. Один залетает камень, второй залетает камень и уже с руки добивает. Да, без каких-либо. Тут еще и нейтралы не появились. Боже, там он так близок, чтобы сделать суицид. Ну да, тут... Попинговал, говорит, блин, кто заплачил этот спаун? Что за негодяй? По итогу получается то, что получается. Такое долгое-долгое затяжное хб. Это для бисмастера беда, что оно все это время бегал, бегал, бегал. В итоге погиб и уйма времени потерял на линии. Фармил внизу, Мак вышел. Краш по Спартану дал, не пожалел. Идет Мак до конца, вот так вот нагло. Стан от Лины, что готовится, но не Спартан отменяет. Что как-то и правда психанул Мак. И одному по башке надавал и второму. Притом, что вроде как он в харде стоит. Должен немножко играть осторожней. Он, наоборот, наглеет. Спартан промахивается своим слейвом. Но тут сразу на подсейв Мадара. Да, Мак такой боевой, не боится дабл. Как будто это он стоит на легкой линии. А вводит Лина на оффлейне. Ну да, в принципе, мага Пурманшилд. У него много армора, и он может их наглеить. Мадара его сильно не харасит, поэтому... А почему бы и нет? Над центр в выход от Рикемару. Пока Рики бездействует. Первый левел ноль крипов. И энчантрес как-то не мешает. Надо от него какие-то врывы. Пора бы. Да, какие-то полезные действия нужны на карте. В принципе, он бегал до этого за энчантрес. И вроде было все неплохо. Но вот сейчас он перестал это делать. Энчантрес сейчас бегает еще с авухом. Если его куда-то там в лес спрятать и задувать... Так, внизу! Как же наглеет! На Спартана идет до конца. Тут баш есть от Мадары. Плюс ко всему бил Давар. Мадара прыгает. Мага опять же прогоняет. Но у мага есть под хил. Есть и фласка, есть и танго. Поэтому он будет наглеить так дальше. Правда, мана заканчивается. Больше кроша у нее нет. Эмберт Спирит пошел контроль труну на топе. Фласка, кстати, у него до сих пор есть. То есть, по сути, она ему... Не понадобилась. С появлением ботов уже фласка так сильно и не нужна. Ну, обычно. Если там сильно его, правда, не продамажит. Но... Вообще, по игре... Ну, идея есть надо, что до их ласки было много. Так. Маг получает еще один баш. Опять же. Маг здесь должен жить. Он не должен погибать. Он должен фармить. Он должен получать опыт. Быстренький ультимейт. После этого может как-то по карте помогать. Либо будут перемещения от саппортов. Опять же, Вич-Доктор вместе с Лордаром. По варду maybe next time проходит. Но там, к сожалению, он в инвизе. И в центре варда, естественно, нет. Есть досты. Есть досты у соло. Если сейчас как-то рикер на секунду вылезет, то могут и принять. Вообще, скриньки очень тоненькие. 500 хп. Дает инфу у нас соло. Ну, вылазить, естественно, не хочет. Тут еще кентавра подчиняет. Ну, можно в теории убить Мадару. Но Мадаро-то понимает, что тут рядом есть и кентавр еще подходит. В итоге стан кентавра не дает. А на соло идет нападение. В спину слишком больно. Слоевом его добивают. Да, и смокскрин неожиданно ползает. Рикемара, в принципе, это была неожиданность для соло. И фраг для команды от ПНМ. 1-1. А Маг там пока вообще не парится и крипится. Забив болт на все происходящее. Кстати, там Мадаро почти отъехал. Если что. Прямо они месят, месят. Крипасиков не жалея. Скайларк на топе очень сильно просел на первых минутах. Но вроде как немного восстанавливается. Правда, у Джиггернаута уже шестой левел. В то время как Пистмастер себе там четвертый еле-еле накалядовал. У Мага, кстати, тоже почти шестой. То есть, если сравнивать двух оффлейнеров, то Маг явно впереди. Причем так с серьезным отрывом. Да и Фен денает. Посмотри, 23 деная на 37 крипов. То есть, вообще не дает получить крипов без мастера. Хоть каких-либо. Кота Фен злой. Сегодня мы видели Джиггернаута от Фена. Он был очень и очень даже опасным. Maybe next time. Ну, смотрится он, конечно, совсем печально. Совсем непонятно, что он будет делать по этой игре. Я не могу сказать, что он особо мешает Энчандроске. Он вот один раз его снизу пропалил. Не получилось соло загангать. Он еще и подфидел немного. Но как бы от соло по-любому будет польза. А вот от такого Рики пока сомнительно. Ну, у него есть смокскрин. Опять же, Джиггернаута закинуть, чтобы не было Блэдфьюри и на пака закинуть. А в перспективе файт Рики может себя очень круто поверлять. Опять же, один скилл, но он очень много дает. Мы это уже видели неоднократно. Ну, будем смотреть. Я что-то пока скептически отношусь к этому персонажу. Побежал Фен. Есть у него ультимативная способность. Но тут под кабанами особо юзать не хочется. Еще и смокскрин. Кстати, может быть. Ну, в наглую юзает. Сразу же прожимает Блэдфьюри. Кабанчики замедляет. Хотя до Рики Лойл 2 у него там ничего нет, чтобы убить. И Рики без ботинка. Никакующий урон. Фен спокойно отхиливается. И возвращается к себе на линию. Ситуация у Бистмастера и так не самая лучшая. И она только... На центр выходит маг. Тут проблемы. Эмбер, Эмбер получает. Еще и Сайланд сприт. Еще Арбадрим, Коэл. Эмбер погибает. Ноуан отрывается на этом. Эмбер спирити. Сегодня у самого Ноуана вообще не перло Эмбером. Сегодня вообще, судя по всему, не день этого героя. Баночки по Скайларку. Вот так, чисто припугнуть. Сейчас Крипа пытается застилить. Ням. 80 голды. Очень приятно. Maybe next time доволен. Что-то там походу себе даже купил тапочек. Целый тапочек. Так. Маг проявляется. Транквиллый. Опять же лвел 7. Очень хороший лвел. У фунера команды Вегас Квадрон. Бессмастера до сих пор ультимейта, например, еще не имеет. Это немаловажный фактор. Ой, да. Есть маска. Так находит мага. Но маг распринти и быстренько отсюда убегает. Упетлял. Хроносфера есть уже у Мадары. Но хватит ли ДПСа убить Слардера? Это конечно вопрос. А нет, без лагуна. Без лагуна вряд ли, конечно. Поддержка какая-то. Пока Лина с Слаевым своим особо не поможет. Ну, самая лучшая реализация Вайда сегодня была от команды No Digity. Стан отлично от соло. Понимал, что Рики скорее здесь будет. Дал стан. Подстанял Рики и руну забрал. Мог бы, конечно, нажать и дасты и убить эту Рики Мару. Но он не знал. Он дал... На Верочку ты не знаешь. Просто на всякий пожарный, знаешь, чтобы забрать руну. А так, в целом, ты знать не можешь, что он там или не там. Можно было разве что попытаться подтолкаться там. Может быть, он подблочился бы и тогда бы он заметил, что его что-то блокает. Нажимать дасты и попытаться убить. И то там Рики достучку и не факт, что ты его убьешь. Потому что Рики тоже жирный. Жирный достаточно такой герой. Бегает он довольно быстро. У него виндлейс. На топе падает баш, нажимается глиф, но видимо от ФНМ дефит. Довольно медленный билд себе выбрал ФН. Он берет себе после фейзов сразу же Battle Fury. Но тут можно спокойно раскрутиться и убежать. Хроносфера попадает только в одного героя и того пока сложновато убить. Но вроде Magic Damage заходит жестко и выжибит ли Соло. Но нет, нет. Потому что слишком много всего было потрачено. Не отпускает. Ну Тауэр задефили. Остается у нас 174 хп. Он не денай был, но... Тем не менее, опять же, хроносфера в деле. Правда, это все-таки Enchantress. Это не какой-то джигермат. Убили бы ФН, а было бы круто. Мак видит здесь Матаро. Матаро четко задоджил. Отпрыгивает. Но Мак все равно продолжает свою погоню. Понятное дело, что ничего он не добьется. ФН. Есть умный слэш. ФН. Спартан стан под себя. ФН отлично это прочитал. ФН. Ждем врыва. Кабанчика позарезать. Получается убить Кабанчика. Дримкуэл по двоим. Хорошо. Матаро разрывает Дримкуэл. Почему-то, кстати, не станется. Довольно неприятная механика. У Мага проблема. Маг отлетел. ФН решил просто уйти. Сирепорт. Первый же удар. Удар баш. Крайне неприятно. Ставит вардец. И теперь не хватает. А нет, у него есть мана, если он прожмет. Но толку, наверное, нет юзать. Омни слэш. Тут надо педаль газа в пол и пытаться убегать. Подхил еще имеется. Ставится без ват. Раскруточка. Немного не того бьет. Он сейчас переключился на Скайларка. Есть вероятность того, что Скайларк все-таки погибнет. Мадара. Мадара никого убить не сможет. И сам вряд ли отъедет. И там Маледиктами все-таки добило. Вот и ФН выживает. В Мадаре надо быть чуть поосторожней все-таки. Там и Хэнвар. Там Удер Ресталлишн очень много подхила было. Слушай, а выход будет? Там побито все-таки ФН и мана нет. Рики готов. Каски по Мадаре. Но Мадара с Тайм Волком, поэтому все в порядке. Должно быть. Маледикт. Мадара. Уходит. Да, он понимает, что с Тайм Волком можно так через деревья перепрыгнуть. А вот Эмбер пришел чиной на Сему. Сема в опасности. Сема погибает. Топ. Надо отсюда уже уходить. Рики, кстати, уже тысячу голды себе таким вот образом накаледовал. У него уже 3-0. И сейчас себе берет там, не знаю, Фейзы или Пауэртриды, что он хочет. Фейзы покупает. И становится уже вполне неплохой такой боевой единицей. Шестой левел еще только осталось апнуть. И вообще кайф. Да, вот такой вот Рики Мару. Изначально был не очень полезен, но по итогу стал полезнее, чем салона много. По карте бегает. Смоук раздают. И вот на топе Фэна, видимо, хотят убить смокскрин, там дать дочины Фэн. Хроносфера через секунду буквально откатится. Если ювелирненькую поставить, то будет суперфута. Даже без хроносферы. А вот еще. А сейчас можно поставить. А сейчас можно поставить. Телепорт надо отменять здесь немедленно. Мак почему-то до конца решил лететь. А вот еще один телепорт. Мадару убили. Дэмонжета маловато под хроносфера оказалось. И Эмбер пытается улететь. Эмбер улетает. Ставится дремкоил мимо. Ну он. Полетел дальше. Арба полетела. Ставится дезвар. Как же много тратит на Эмбера. Эмбер все живой и живой. Стан от Лины неплохой. Причина и на этом атака завершена. Эмбер выжил. Друг друга недопоняли. Потому что как бы поставлен был... Ой-ой-ой-ой. Спартан. Еще буквально тычечку нужно сделать, но он не стал рисковать. Ему там вообще ничего не угрожало. Он решил улететь все-таки на арбу. Сыграть на Верочку. Так вот. Немножечко недопоняли друг друга. Войт ставит хроносферу на собственного тиммейта. А тот ничего не успел активировать. Хотя бы тот же флэмгвард, если бы он активировал, то под хроносферой был бы хоть какой-то урон. А так дэмэджа в итоге не хватило и не убили. Эмбер полетел на Сёму. Сёма каски. Но каски очень плохие. Смолкскрин и минус вичдоктор. Как же реки полезен. Опять же дает очень много бижена. Разведочку. Разведочку дает. И почему-то против него ничего не делается. А на самом деле нужно уже до стыда юзать и убивать этого. Внизу. Выход на ФН. Рор на ФН. Подходит Лина. Есть Лагуна Блэйд. Лагуна Блэйд. ФН погибает. Небольшой подфит пошел. Вот веги. Очень четко распределяет свои способности. Появляется ультимейт. Сразу Лина перемещается вниз. И делают фраги, ребята. Появляется бисмастер с Рором. Идут. Делают опять же фраги. Ну, оба коллектива уставшие. Поэтому здесь реально идет у нас битва на выживание. Кто меньше будет фейлить. Кто сможет собраться на последнюю карту. Не знаю, насколько мотивированы коллективы тащить эту игру. Потому что... Ну, как бы оба коллектива в любом случае проходят стадию плей-оффа. Но с первого или со второго места из группы это уже пока вопрос. Ноуан под инвизом в топе. Может найти тага. Так, и есть Дрим Койл. Ставится Дрим Койл. Есть Омни Слэш. Омни Слэш. И так. Погибает. Четко сделано все. Да, ну и маг пока да. Проблем у них нет. Скалар внизу подпушивает. Стоит здесь только один маг. У мага уже 1500. Маг, как у флайнера, не будут выходить какие-то армлеты. Все-таки будут приобретаться сначала блинкдайгер, дабы помогать команде в инициации. Что совершенно правильно и понятно. И на топе намечается схватка. Мадара. Прыжок. Хроносфера есть по двоим. Стан по FN. ФН Лагуна Блэйд. ФН погибает. Уже очень плохо. Соло подрубает спецличков. Пытается отсюда убежать. Но убежит. А вот Сёма за Слэйер походу никуда не убежит. Сёма. Есть каски. Будут ли ставиться Дезвард. Сёма. Пытается выйти из зоны действия Рики Мара ультимейта. Но не уходит. Прыгает Мадара дальше. За Соло погоня. Соло уже без своего третьего скилла. У него ещё 11 стиков. В принципе должен выживать. Онтачевал работает. Мадара понимает что надо отсюда упетлять и упрыгивает. Там параллельно у нас Лину походу подрезали. Такие небольшие качели. Пытаются шатать друг друга. Но то что умирает Джиггернаут уже третий раз подряд вообще. Как бы без каких-либо вариантов это очень плохо. Прям очень плохо. Он даже БФ себе не доделал. Билд очень медленный. Тем более ещё и недоделанный БФ. Он может с этим БФом игру проиграть. Соло пытается убежать. Но конечно его отсюда никто никуда не отпустит. Стики нажимают, но... Медленно, но верно загрызли его. И башня по итогу задонавилась. Нет, всё таки убила катапульта. Вот и Глиф нажали, но катапульта в деле и сделала фраг на башне. Прям ФН очень сильно горит желанием дофармить этот БФ. ФН на кентавров раскручивается. Пошустрей, пошустрей. Падает башня на топе. Но в Веге не всё так гладко. Что по экономике? В целом посмотрим. Тут всё очень ровно. Всего лишь 800 долл за ФН. По поводу около 900 единиц. Копейки. Ну вот, ФН просто очень мерзотный пик. Если Вега дадут Скайларку там выфармить вот эти третьи некра, изначально же ему там жизнь спортили ОГО как сильно, а сейчас он вроде ситуацию выправил. Да, Рикки Мара тоже довольно мерзотный герой. Эмбар Спирит, этот Войд в качестве кири. Кстати, опять же, да, Войд, ПТ, Владмир. И выглядит-то он не так уж и устрашающе. 1600 голды на кармане, вроде топовый Нетворс, а каких-то супер страшных артефактов я пока у него не вижу. Такой под сомнением этот герой. То есть те Войды, которые идут через манты всякие, диффуза и прочие штуки, они выглядят посерьезнее. А это какой-то оффлейновый Войд. Такой команды Войд, игра идет не чисто на Войда. То есть каждый герой будет носить какой-то импакт файт. Войд даст их трансферу, Лина даст Лагуну, там Эмбар даст Фисты, Рикки даст там свой ультимейт, смокскрин. То есть какого-то конкретного героя, который будет убивать, пока у команды от фирм-то и не видно. Все делают по чуть-чуть. Какие-то полезные вещи. Скайларка поймали на руне. Забрал дабл дэмэдж, но теперь сам не рад этому приобретению. Ну Джиггернаут хотя бы имеет БФ. Уже неплохо. Даггер появляется на Войде, инициация теперь будет хорошая. В хроносферу наваливать в принципе есть с чем. Даже тот же Рикки Мару может подойти и ультимативную закинуть так на краешек. Ой, ФН, бедный ФН сейчас сюда смещается. Есть герой команды от ФНМ, подходит сюда еще и Лина. Если ФН спойду фармить, то могут и наказать. Ну как минимум, Рикки впитал очень много экспы на халяву. Ням-ням, ФН должен понимать, что рядом Рикки. И вот кстати, ФН должен был сейчас пропинговать своим тиммейтам. Ребят, тут Рикки ворует экспу, подстрахуйте меня, плес. Но он этого не делает. Отказано. И как бы, либо не видит, что ему меньше экспы заходит, не обращает внимания, потому что уже фактор усталости может играть роль. Либо тиммейты не могли догадаться, что там Рикки... Но опять же, ты играешь против Рикки, можно не догадаться, что он там будет палить подобное перемещение. Ладненько. Ну я думаю, фактор усталости все-таки сказывается довольно серьезно. Да, я даже центрей на карте не вижу от команды Вега. Возможно, я сейчас просто что-то не доглядел, но нет. Гамбер Спирит снизу врывается, попытка взять соло. Есть стучка, очень медленно бьют с руки, но флеймгвард вроде сжет. Правда, подхил идет гораздо серьезнее. Так его бить не получается. Да, конечно, бить Анчука. Да, все только ФСД может в большей степени не считая флеймгварда. Бесполезно. Тяжелевато. Ну вот ФН 2-4-2. Это очень плохо, что Майкорист только погибает на топе. На топе. Ну он. На полике. Но он должен успеть отсюда уйти. Подрезали, кстати, ему хвост. Там еще параллельно убили Лину. Связочка на No-1. Прыгнет он. Но прямо под Primal Roar прыгнет. Тут уж для него без шансов. Накричали. Минус на... Ну нет. Мега-мод типа пушить по центру. Да. Вроде пак. Вроде мобильный герой. Убить тяжело. Но вот No-1 все равно отбитает. А мы уже видели пака на прошлой карте, который погибал постоянно в мотарах. Расфера нет. Далейшн по четырем героям. И уходит подальше. Маг психанул. Маг вообще в этой игре какой-то суперзлой. Психован и просто бегает. Ультра-агрессор. Ну, может даже лучше для команды Вега, что такое есть. Ну, Слардрон, в принципе, такой и должен быть. Такой некий сорвиголова. Вырывающийся. То, что у него есть такая возможность. Прожимаешь спринты. Если надо, догоняешь. Если надо, убегаешь. Мобильность решает. В смоках команды от ФНМ. Могут найти Соло. И Соло скорее всего найдут. Да, видят Рикки Мару. Но смогут ли убить? Что-то этого теровато было. В четвером-то, конечно, Лина имеется. Все-таки это жесткий прокаст от Лины. Заду, встан. Даже без лагуны, да. И на топе надо уходить. Ну, ну, подальше отсюда. Иначе Соло тут так же примут. Прыгает Мадара. Есть Хроносфера. Есть также, блин, через секунду. Будут ли прыгать? Мадара прыгает. Хроносфера ставится. Бак. Заскревает, да. Конечная остановка. Сейчас еще Свяду тут тучку закинули. Ну, понятно. Да, но Уан все видел. Все видел, что происходит. И все равно умер. Ну, вот вам и поплава пошла. Ну, опять же, Мадара был с Блинком. Возможно, этого не ожидали. Что Мадара такая серия инициация из Таймволка, из Блиндайгера. Очень большое расстояние он проделывает. Ну, ожидали, не ожидали. Это, на самом деле, не оправдание. Конечно. В любом случае Тепакт должен уходить. Будут ли пушить от ФНМ? Где там Бисмастер гуляет? Бисмастер далеко. Бисмастер летит от всего вниз. ФН. Ну, хватит ТВФН выпивать. Успокойтесь. ФН получает Рорнер. Ой, как Крамота среагировал. Ну, а поможет ли это вопрос? Хотя прыгает Мак. Краш есть. Стемнисла пошел только по всем там крипам, по некрам, по кабанам. Совсем как попало. Но Скайларка все равно должны, по идее, добить. Топоры залетают. Главное, сейчас Некрача там случайным образом не убить. Ну, Скайларка убили. Все нормально. Некрача добиваем. Ух и по всем. Он потерял, но зато заработал кучу бабла. Еще Эмбера подцепили. Эмбер также погибает здесь. Ну, размен на Тир-2 башню. Но все-таки погиб и Эмбер, и Бисмастер. И при этом Джаггера засейвили, что немаловажно. Потому что Джаггер-то, по сути, там отлетал. Это еще Рошан, как я понимаю. Амплифай. Повесится дабл-дэмэдж. Плюс ко всему Эйхэлм, Вартер, Вуду Ресторейшн. Да, и Соло сейчас потанковывает своим матачом. В общем, Рошан падает. Что я потихоньку, понемножку. Хоть игра у них не лазит, хоть и коры погибают часто. Но я думаю, что смогут вернуться на эту карту снова. Потому что, опять же, по экономике там какой-то значительной разницы. Ее и нет до сих пор. Ее и не было никогда. Опыта то же самое. Все предельно ровно. Да, надо ДФН собраться. Он, в принципе, собран, как мы видим. Раскручивается прямо очень четко до Праймал Урора. Реакции хватает. Молодец. Но вот надо как-то еще подсобраться и нафармить шмоточки. Чтобы потащить эту карту. Я думаю, он может. Армлет летит для кого? Для Рикимару. Ого. Ооо, неплохо. С Армлетиком. Ну, Рикимару уже не такой тоненький, как был. И Армору немного будет хп станет нормально. Все кому не лень уже покупают. Энчандр, в смысле, да, и Рикимару сейчас покупает. И, по сути, это покупается из очень дешевых компонентов. В общей сложности стоит, как бы, 2-300 голды. А дает немало? Да, дает очень много. Всего по чуть-чуть там. И демаджи, и арморы, и хапориген. И, как бы, 25 стрэнджи. В общем, серьезная штука. Скан использует команда от ВНМ. Никого не находит, как раз и на спауне аншентов в своем. Ну и, кстати, уже у Соло есть половина аганима. И Соло решил не покупать Dragonlands. Довольно любопытное решение. Да, потому что, по сути, Dragonlands это тот же аганим, только подешевле. Ну, дает очень много иппоинт-бустер Огарклаб ХП. Возможно, в этом... Согласен. Есть причина. Кстати, есть выход от команды Vega Squadron за спину своим противника. Напомню, что еще имеется Аегис. Скан еще про юзари очень неплохо. Знают, где их оппонент находится. Но тут Primal Roar. Сверху же Хроносфера. Все потратили, на самом деле, на мага. Дезвард моментально сбивается тучкой. Сему разваливает спину. Джиггернаут. Спартан спрятался далековато. Юзается ультимативная от Рикимару. Ну, двух героев в кору убили у Vega. Дальше драться тут, конечно, бы не хотелось. Но куда деваться. Приходится продолжать бой. И продолжается просто смерть команды Vega. Один за другим погибает. Джиггернаут раскручивается. Телепорт у него в кулдауне. Да и вряд ли бы, наверное, ушел. Все равно баж бы пропер. Да, и так получилось, что понимали, что Соло они его будут убивать с большим трудом. А вот Джиггернаут убить намного проще. Все-таки у Соло есть замечательная пассивка. Джиггернаут такой и нет. Соло нафиг он им сдался, если есть в Адориан. Да, чем более. Да, и вроде была Aegis. Вроде Vega сами заходили за спину. Но по итогу файт провальный. Минус 3. И более того, все, по сути, потратили в одного героя. И Хроносфера, и Праймал Урор. Там все с Лардером. Но, как мы видим, Слардер ничего в замесе не смог сделать. И это сыграло очень важную роль. Сёма. Ой, куда ж ты пошел? Не на ту улицу зашел Сёма за Слэйр. И Сёма погибает. Загулял. Мебель, кстати, просто летает на базу. И команда от Фене может уйти. Так и делают. Ну, несмотря на все это, Джиггернаут до сих пор в топ-1 по Нетворсу. Ну, БФ говорит о себе. БФ все-таки дает тебе массу фарма. По гребсату Джиггернаут на первой позиции. Собственно, поэтому и такой Нетворс. Начало просто было очень хорошее у Джаггера. Он же там, по сути, фрифармил. Он почти БФ выформил до конца. А потом вот у него три смерти было подряд. И уже немножечко подстопорилось. Но, в целом, после БФ начало, правда, быстро фармить. И, как мы видим, Рикки Мару 5.07. Да. Такой вот полезный Рикки с отличным КД. Которого не так уж и просто убить. Который в файте очень противен. И смокскрин. Ультимейт свой дает очень много времени в файте. Находится так. Пак. Ой-ой-ой. Прямо в лапы. Прямо в лапы к Паку. О, блин. К Рикки Мару. Но вопрос тут в том, что есть иулы. И, в принципе, как-то вот попытаться убить... Трудно очень, да, сейчас убить Паку. Пак этого, будучи Рикки Мару. Была поддержка плюс один там. Типа Бюсмастера, да. Но смокскрин это уже не то, что помогает убить. Сто процентов сейчас Рикки Мару. До сих пор маловато очень детекшена у веги. Не хватает дополнительных сентрей, дастов. Может быть уже гема. Гема ведь нет, правильно? Да. Гем только у команды от Фенем. И все. Войд, Огр Клаб. Как я понимаю, будет выходить Пакен Бар. Дамы не ощущать этих касок, не ощущать и того же самого Пака. А может сабля? А может быть это и сабля. Ну, мы на воде еще саблю не видели, хотя тоже звучит неплохо ведь. Два удара шансы на башню намного выше. И так шансы на башне маленькие. Еще молнии там могут прокнуть. Так что нормально в принципе. Maybe Next Time опять дает великолепную разведку. Ну вот как быть? Что с этим Рикки Мару делать? Посмотрите, что он делает. Он просто дал вижен на двух героев, которых сейчас просто порвут. Ну вот это что такое? Рикки выигрывают доту. То есть в статистике это не будет написано там в КДА. Но Рикки так всю игру делает. Уже 26 минут он так ходит и... Ну, слишком много движено. Слишком много дает информации. И Вега не пытается это контрить. Они не покупают центры. Они пытаются находить Рикки на популярных местах, где он может быть. Даже нет, ну... Какой-то потенциал. Элементарно при помощи скана можно пытаться, да? Вот, зачекать. У Ноуана проблемы. Поднимает себя в юлы. Надо дальше прятаться в shift. Но нет, не спрячешься под тучкой. Не получается это сделать. Вот тебе Рикки Мару, к которому я гиптически относился. Связывают двоих. Рикки еще прожимают ультимативную. Соло вроде бы живет даже. Вроде бы не хватает урона. Слишком медленно бьют с руки. Но беда в том, что он соло единственный. Кто так может жить? Остальные все бегают очень быстро. И сказать, что Рикки Мара какой-то ультра крутой герой, нельзя. То, что он прям будет на каждом пике. Потому что Вега Эскадром просто не старается его, ну, контрить. Как в пабе, знаешь, бывает. Просто никто не покупает сентри, никто не покупает detection. И Рикки бегает и делает, что хочет. Ну, в принципе, да. Уже можно было бы давным-давно разориться на какие-то центричники время от времени. Хотя бы в тех позициях, допустим, если ты фармишь эншентов, то, ну, куда-то, допустим, вот сюда тыкнуть центричник, что-то. В случае чего ты видел. Ты можешь Рикки ведь убивать. Ты можешь его фармить. Если он не таким наглым, он уже будет поосторожнее играть. И разведка уже будет не такого высокого уровня, которое сейчас. А тут Рикки просто бегает такой, думает, ну, а че мне бояться? Я вон уже 11 ассистов имею, 5 фрагов, да еще и ни разу не сдох. То есть полная раскрепощенная игра со стороны Рикки Мару. И Maybe Next Time чувствует себя королем. Да, шестая игра за все время. И правда, ну, подобное происходит очень редко. Ну да, Рикки все-таки, опять же, очень тоненькие. Обычно его хотя бы разочек не убьют. Там на какой-то центре спали либо на достах, но тут... Ладно, опустим этот момент. Про Рикки Мару мы все сказали. Будем смотреть, как я буду с ним бороться. Что у нас по королям у Вейки? Манта Стайла появилась у Джаггернаута. У Пака Юл блинк и 2000 золота. Ну и Макфор став блинк 900 золота. Надо, опять же, какие-то Блэкин Бары покупать в будущем, потому что и Лина уже больно начинает бить. Лина-то с Аганимом, на секундочку, и уже второй ультимейт это уже неприятно. Она нормально там себе фрагов настилила на Джаггернауте. Вот, и по итогу набрала себе Лина очень много, как мы видим, шматья. Помимо Линзы еще Аганим. Это вообще, на самом деле, чудо, которое будет пробивать попку ФНа так, что ого-го. Ну, либо, может быть, Солучу будет. Кого угодно, не важно. Там на всех ультимейтах будет летать очень больно. В смоках команда Вега. Попытка зайти за спину. Кстати, неплохая, может быть, быть и попытка. Прыгает сам Мадара. Сема убить не получается. Ставится Трим Койл. И Мадара поставил сам. Ничего он пока не может делать. Ставится Тезвард. Мадара слишком больно. Мадару убили. Мадару... Есть! Вон она! Просто под спринтами. Дэмэдж заходит невероятно жестко. Порвало в дребезги. Соло вроде бы живет, но тычечка все-таки была сделана. Мэмби next time получает свой шестой фраг. Сема отлично гнается от эншентов. Плохая работа. И Скайларк хотел убить на ноуан. Отличная реакция. Но его связывают. И все-таки от Праймал Рора не уйдешь. Медным тазом накрывает. Спартан там вообще с километра кастует свои способности. Все в порядке. Ип на файте попросту не было. Но как тут опять же все очень блекло смотрится. Появляется башера у Рикемару. ФН решил взять стратегию Йоку. В прошлой карте, да? Как он играл. На Миране. Ну сможет мне тут Солянова затащить? Вот вопрос. Тут сложновато, да. Потому что тут немного другая ситуация. Тут и АФ посерьезнее играет. Поэтому... Попахивает, конечно, чем-то не очень уже приятным. ФН подбегает. Прожимает манточку. Пытается прогнать. Вроде бы прогнал. Раскручивается. Убивает еще и Некрача. Вот. Мобильный Джекернаут с даггером. Рикемару сейчас попытается ему что-то объяснить. Потому что там есть тучка. Ай-яй-яй связать не удалось. ФН отходит. Ну и, в общем-то, так тоже. Ну, надо отойти, опять же, подригениться, купить какие-то артефакты. По экономике там уже больше десяти перефарм от ФНМ. И около девяти игреки ведут также по опыту. Очень все, ребят. Неплохо складывается. Главное, опять же, не закинуть. А Вега могут всегда откомбачить. Все-таки герои сильные. Один хороший файт, и там все может поменяться. Рошан скоро появится, через две минуты. Есть Блокенбар уже Уэй, да? Опять же, вот, становится живучий. Какие-то Сайлансы на него не закинуть. Нажмут БКБ и поставят храню в сферу. Потому что Сайлансы были единственной проблемой для Мадары. Тут пак. И плюс каски ко всему. Мадар не мог ничего сделать. И побежали от ФНМ. Вега просто расходится. Смотрим на Вижен. Есть Варда. Собственно, Вега видит противника. Ну и от ФНМ также понимает, что их видели. Вард сбили. Скан. Ну что, попытаются сами напасть. Но вроде как собрались вместе. Значит, явно хотят попытаться повоевать. Ну или как минимум, если на них нападут, то попытаться дать бой. Ну такое сомнительно пока выглядит. На самом деле, если сейчас будет замес очередной 5 на 5. Мага очень жалко. Потому что под спринтами там как бы дэмэдж увеличивается на 15%. А у Лины и так очень много урона. У нее еще, кстати, спелл дэмэдж увеличен на 10% за счет того, что она, ну как бы там интеллекта имеет много. Сам по себе, сама по себе лагуна бьет очень больно. Причем, кстати, не макшенная. И плюс линзы усиливает. И по итогу дэмэдж, входящий невероятный по Слардеру. Посмотрим в следующий раз там. До этого тычка заехала на 850. Просто 850 чистого урона. Нашли Нуна, Нун. Как же неудачно. Он прыгнул на арбе. Все-таки уходит. Но хроносфера шикарная. От Мадары по троим нажимает. Он Блокенбар. Нуну убили. Какие же там фисты от Эмбер Спирита. Маг пытается уйти. Критических. Просто два критических удара. Хоть и Кристаллис. Шанс не такой большой, но пропирает. ФН вынужден отступать. Но тут его в спину догоняют. И походу без шансов развалят. Да. Баг еще с байбэка в придачу. Зачем-то сделал байбэк. Ну такой, знаешь, скорее волевой байбэк от Нуна. Байбэк. И возвращается назад в сторону базы. Ну. Как бы не хотели фанаты Вегаскадром верить, что шанс есть. Но все очень плохо у них. А Тфинэм идут давить дальше. Это же кулдауны не такие уж и большие. Франсфера скоро откатится. Без мастера ультима через 40 секунд. С каждой секунды все хуже и хуже. По экономике там вообще беда. Больше 15 тысяч по золоту. Около 14 по опыту. Но файты очень тяжело проводить. Там еще и Рики Мару отожрался до невозможности. Как бы и про Рики не стоит забывать. Который штрехает какого-нибудь Вич-доктора. Мы видели, как Сёма делает очень много грязи. Но Уана подцепили. Поднимает он себя в яулы. Успеет ли нажать даггер. Прятится с shift. И вот она тучка. Но догянуться по идее должен успеть. Да, так и есть. Рики еще ульту свою поражал впустую. Получается вроде бы неплохо. Но если бы Джиггернаут не был в таверне. Все равно инициируют. Все равно это драться. У Мадары в кулдауне прыжок. Мадару удается забрать. У Мага небольшие проблемы. Лагуна Блейд судя по всему в кулдауне. Нет, она не в кулдауне. Просто маны не хватает элементарно. Спартан улетает на базу. Подняли его в яулы. Не отпустят. Сейчас с Лином можно будет сбить стрик. Сколько за него дадут? Мне даже интересно. 636. Боже мой. Ну Вега не сдается. Опять же можно до сих пор комбачить. Шансы получили сейчас 1200 золота. С Джаггером надо идти Рошана забирать. Плюс еще есть как бы Amplify от Слардера. Сходу идут на Рошака. А ФН пока стоит в миде. Праймал Рор. Некрачей. Сюда еще подтягивается так. Ну вот лучше бы ФН вместе с командой Рошана забирал. Да, ну есть у ФНа байбэк в случае чего. Рошан падает не так быстро. Они не заберут его. Посмотри как долго они его пинают. Ну это бред, ребят. Вы сейчас будете пинать всего секунд 40-50. Так вот вопрос в том, почему Джаггер сюда не пришел. Соло еще сделал тэп-аут на Рошпитину. Зачем так делать-то? Это очень опасно. И Рик сейчас подойдет. Соло можно будет наказывать. Соло, Чандал. Опа! И Рошанчик! Конечно! Конечно, Паш. Ну, надо отсюда уходить немедленно. Ну, как-никак с байбэка. Ну да. То, что ФН фармила, все остальные команды бил Рошана. А демод же там, кроме ФНа, ни у кого нет Порошана. Пак не демод, а лидер Порошана. Ну никак. Да, вот такая вот, казалось бы, глупая ошибка. По сути, небольшая жадность. Решили, что ФН может пофармить. А в это время тиммейты заберут Рошана. Максимально много денег заработают за минуту ближайшую. Вышла очень и очень даже боком. И теперь Рошана забирают сами от ФИНа. Ну, сейчас пытаться будет, ну, может быть, как-то арбу закидывать, даже, может быть, прыгнуть. Но, опять же, это не имеет смысла. Да, падает Рошан. Второй Рошан. Айгис только имеется. Сыра пока нет. Что нужно сделать ведь? Я даже не знаю. Насколько надо привести идеальный файт? Тут даже нет столько. Был бы у Вич Доктора. А сейчас Аганим? Да. Я бы сказал, что Шанас есть. Но Аганима нет. Да нет, Вич Доктор ничего не сделает. Там Рикимару его вырезает. Рикиму не дает даже слова сказать. Сёма бы в этой игре тащил бы каточку в своей команде. Но, к сожалению, пронюхали уже, как бы, плейстайл команды Вега. Понимая, что Сёма слишком хорош и нужно его обязательно контролировать. Несмотря на то, что он вроде всего-навсего суппорт. Причём он суппорт пятой позиции. Но каждый раз его статистика это там 6-0-15 и так далее. Мы сегодня видели много игр. И если его, ну, не держать под контролем, то он будет делать много грязи. Рикимару держит его под контролем. Я лично видел, как он просто тучкой спокойно сбивает Death Ward, который мог бы нанести тьму урона. Тучка это самый важный скилл для Рикимару. Она так мешает. Всё-таки большое. Вот этот Сайленс и замедление. Очень неприятно. Соло. Прыжок есть. Смокскрин. Рор. Много тратить на соло, но при этом его убивают. Рики ещё получают денежки. Рики Монстр Килл 8-0-15. Господи. Вот тебе Рики Мару. Роу Мощерики. Суппорт. Мара. Погоня будет конца. Вообще, учитывая то, что у Нулана редко удается убежать, я удивлен то, что за ним не стали гнаться. Но решили уже просто пушить мид, потому что Ноуан пытается просто от своей базы. Ну да. Просто пытаться выигрывать время. Зачем? Надо идти на базу. Главное это цель спушить Рон, а не убить Топака как можно больше раз. ВФНа, Дифуза. Пайбэк, разумеется, у неё нет. Врыв есть. Связывает Сёмок. Коже мой, как же его тут разорвало. И Лагуна ещё не тратилась. Лагуна ещё не была потрачена. И будет ли она заюзана. Бежит Лина. Отличная хроносфера есть. И сейчас в ФНа Лагуна Блэд на 722 урона. Просто 722 чистого урона от саппорт Лины. Это невероятно. Два суппорта команды от Финнам делают что-то чудовищное. Ну, с такими суппортами очень тяжело не выиграть. А и Кэри с такими суппортами не нужны. Да, получается так. Ну, купил себе ФН Тифуза, поэтому байбэк у неё нет. И вынуждены прописать в команду Vega Squadron. Good game. Well played. Ну что ж, с первого места всё-таки выходит АЭФ в стадию плей-оффа из своей группы. Ну, а Vega, в принципе, со второго места самое главное, что ребята прошли. И это уже хорошо. Поздравляем их. Ну, как ни крути, слишком сложно играть. Вот, я не знаю, уже там, по-моему, уже 12-й час. Вот, мы уже 12 часов в эфире, правильно? Да, да, да. Мы с тобой 12 часов просто лясы точим, а они 12 часов играют потные валидольные каточки. Очень важно, опять же. Вот. И поэтому... Кстати, ребята, Twitter-версуто с нижним подчёркиванием, поэтому не путайте, подписывайтесь, не стесняйтесь. Так вот, мы, значит, к вам ворвёмся уже только завтра. Всем огромное спасибо, кто нас смотрел. И передадим слово нашим монолитикам. Начнёте смене, да? Да, начнёте смене. Да, начнёте смене.